Всем привет! Сегодня небольшой обзорчик бритвы. Бритвы фирмы Камэй. Моделька 5500. Была у меня распаковочка. В принципе, технические характеристики я сказал. Мы просили поделиться опытом, как она себя ведет, удобно ли бриться. Давайте посмотрим, что в комплектации, кто не смотрел. Была небольшая инструкция. В принципе, там ничего особого не указано. Такая вот щеточка. Простенькая. Такой переходничок для зарядки от сети 220 вольт. Сначала я, как предполагал, заряжать не этим переходником, а заряжать кабелем. Думал он стандартный, оказался нет. Вот стандартный, например, питание всяких телевизоров или бытовой техники. Он немножко больше. Он, по-моему, по размеру где-то полтора сантиметра. Да, он полтора сантиметра. И этот чуть меньше. 1,3, наверное, где-то 1,2. То есть он сюда не вылезает. Надо где-то, если хотите заряжать, надо отдельно такой вот кабелек покупать. Как он правильно называется? Еще я не смотрел, но потом уж в комментариях, если закажу, напишу. Коробочка такая симпатичная. Здесь вот эта вся мелочь была внутри уложена. Коробочка магнитная. Что у нас здесь указано? 220 вольт, 110, 240, 50-60 Гц, 3 Вт. Зарядка, она заряжается очень долго. Где-то до 8 часов, если полностью разряжено. Полностью точно не знаю, сколько на самом деле. Ну, очень долго. Время работы заявлено 30 минут. Ну, примерно так оно и есть. Минут 25 я точно пользовался. Здесь сайты и все такое. Получается у нас сеточка и запасное лезвие. В удобстве пользования можно сказать, что это достаточно удобное. Я им пользовался не один раз. У меня щетина достаточно жесткая, длинная, быстро растет, густая, жесткая. Конечно, такой бритвой небольшой будет очень тяжело побриться. Не то, что плохо она бреет. Бреет она хорошо. Волос не дерет, ничего удобно. Ну, маленькое, одно лезвие и очень долго получается бриться. Если у кого щетина более мелкая, редкая, то, наверное, будет достаточно удобно бриться. Такую вещь можно брать. Ну, если брать для редкого использования, когда, может быть, света нету, или куда-нибудь в поездку, то вещь будет, наверное, незаменимая. Много места не занимает. Только собой придется или кабелек, или такую штуку брать. В работе, ну, достаточно шумная, в принципе, по громкости, наверное, средняя. Не очень громко, не очень тихо. Здесь у нас выдвигается триммер. Триммер удобный. Может быть, относительно немножко не очень удобный. Был бы по длине, было бы удобнее, потому что... Бреть тоже волосы не берет, бреет хорошо. Можно... Бакенбарды под брить или там усы у кого. Ну, в принципе, работает хорошо. Чистится тоже достаточно легко. Достаточно зажать здесь два рычажка, две кнопочки, и она снимается. Просто вытряхивается и ставится на место. Так это все выглядит. Выгревает очень мелко. Такой крупный волос не попадает сюда. Потом просто устанавливается. Сеточку смел. Главное на сеточку не нажимать, а держать за края. Всё. Во время зарядки здесь вот... Здесь металлические вставочки везде, а вот в одном месте здесь светодиод. Когда он заряжается, горит красным. Сигнализирует, что зарядка идет. Что самое... Для чего вот кабель нужен, что во время зарядки она работает. Что некоторые бритвы у меня были тоже недорогие на обзорах. Они не работали во время зарядки. Так же есть вот... У меня машинка для стрижки волос. Вот получается идет зарядка. И нельзя было использовать... Это всё работает. Во время зарядки нельзя было использовать, чтобы было не очень удобно. Особенно когда машинка для стрижки волос. Зарядка села. Надо ждать, пока зарядится. Вот здесь получается еще тоже недостаток. Можно сказать, что здесь такое как бархатное покрытие. Небольшой ворс. И получается вот... Мелкие волосы. Эта грязь попадает сюда. Если хорошо не встряхнуть, просто закрыть. То есть у нас здесь образуется такая вещь. Зеркало тоже во время бритья, конечно, пользоваться им нельзя. А так, в принципе, удобное зеркало. Всегда можно посмотреть результаты своей работы. Так что, ну, если будут какие-то вопросы более конкретные, пишите и отвечу. Стоимость ее около 6-7 долларов. Не очень дорого. Можно купить и куда-нибудь с собой брать. В поездку, в командировку. Спасибо за просмотр. Пока-пока.